Урок 12. Каким должен быть Божий народ? Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? 2 Петра 3.11. В обмен на отказ от своих эгоистических желаний и наклонностей мы получаем ценные и вечные. И это не жертва, а самое драгоценное приобретение. Взамен того, от чего Христос просит нас отказаться, Он предлагает нам нечто более ценное. Воспитание, страница 296. Раздел 1. Неизбежный, неугасимый. Вопрос А. Как изображается окончательное исполнение приговора над грешным миром? Придет же день Господен, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 2 Петра 3.10. Новое небо и новая земля появятся только после того, как нечестивые мертвые будут воскрешены и уничтожены в конце тысячи лет. Я видела, что сатана был освобожден из темницы своей в конце тысячи лет, как раз в то время, когда нечестивые мертвые были воскрешены, и что сатана обманул их, заставив поверить в то, что они смогут отнять святой город у святых. Нечестивые собрались вокруг стана святых с сатаной во главе, и когда они были готовы предпринять попытку захватить город, Сидержитель дунул со своего высокого престола на город дыхания пожирающего огня, который не спал на них и пожрал их корень и ветви. И я увидел, что как Христос — это лоза, а его дети — ветви, так сатана — это корень, а его дети — ветви. И при окончательном уничтожении Гога и Магога, все нечестивое воинство будет сожжено, корень и ветви, и перестанет существовать. Слово к малому стаду. Страница 11-12. Раздел 2. Земля очищена. Вопрос А. Как пророки Ветхого Завета предсказывали окончательное уничтожение зла и очищение земли? Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелую, во веки веков никто не пройдет по ней. Исайи 34, 8-10. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя херуим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгородилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Иезекииля 28, 16-19. Огонь от Бога не спадает с неба. Земля разверзается, и скрытое в ее глубинах оружие извлекается. Из всех зияющих бездн выходит поедающее пламя. Горят даже скалы. Пришел день, пылающий, как печь. Стихии и земля расплавляются от пылающего жара, и все дела на ней сгорают. Поверхность земли кажется расплавленной массой, огромным кипящим огненным озером. Наступил день суда и гибели для нечестивых. День мщения у Господа. Нечестивые получают свое возмездие на земле. Они будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. Некоторые будут истреблены как бы в одно мгновение, тогда как другие будут мучиться много дней. Все будут наказаны согласно своим делам. Грехи праведных будут возложены на сатану, и он должен будет страдать не только за свое собственное восстание, но и за все те грехи, которым подстрекал народ Божий. Наказание дьявола будет гораздо больше наказания тех, кого он обманул. После того, как будут уничтожены все обольщенные им, он все еще должен будет жить и страдать. В очищающем пламени будут окончательно истреблены все нечестивые, корень и ветви. Сатана – корень, а его последователи – ветви. Свершилось полное возмездие закона, требования справедливости удовлетворены, и небо и земля провозглашают праведность иеговы. Великая борьба, страницы 672-673. Вопрос Б. Опишите красоту следующего Божьего шага. «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Откровения 27 по 10 и 15. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего». Откровение 21.1.2. Когда Бог будет окончательно очищать землю, она будет похожа на безбрежное огненное озеро. Подобно тому, как Бог сохранил ковчег во время потопа, потому что в нем находилось восемь праведников, так Он сохранит и новый Иерусалим, в котором будут жить верные всех веков, начиная с праведного Авеля, заканчивая последним святым, который жил на земле. Хотя вся земля, за исключением той части, на которой стоит город, будет окутана морем жидкого огня, город будет сохранен, как и ковчег, чудом всемогущей силы. Он остается невредимым среди пожирающей стихии. Духовные дары, том 3, страница 87-88. Раздел 3. Отрезвляющая реальность Вопрос А. О чем должна заставить нас задуматься последняя, окончательная реальность, которая постигнет жителей Земли? «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» Псалтырь 138-23-24. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам? 2 Петра 3-11. Когда истина оказывает освящающее влияние на наше сердце и жизнь, мы начинаем совершать для Бога служение, угодное Ему, и прославлять Его на земле, становясь причастниками Божеского естества и удаляясь от господствующего в мире растления похотью. О, как много людей окажутся неготовыми, когда Господь придет произвести расчет со своими рабами! У многих весьма скудные представления о том, что делает человека христианином. Самоправедность не поможет, испытания выдержат лишь те, кто обличется в праведность Христа. Они будут наделены Его Духом и будут жить, как Он жил, в чистоте сердца и жизни. Речь должна быть святой, и тогда слова будут приправлены благодатью. Свидетельство для Церкви, том 2, страница 317-318. Вопрос Б. Объясните более глубокое посвящение, которое нам крайне необходимо. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. 1 Иоанна 2, 6 Каждая душа, по-настоящему верующая в истину, будет иметь соответствующие дела. Все станут искренними, серьезными и неутомимыми в своих усилиях обратить души ко Христу. Если истина прежде глубоко укоренилась в их душах, они будут пытаться насадить ее в сердцах других людей. Истину слишком часто и долго держат во внешнем дворе. Введите ее во внутренний храм души, возведите ее на престол своего сердца и позвольте ей управлять вашей жизнью. Слово Божье надо изучать и исполнять. Тогда сердце обретет покой, мир и радость, и человеку стремится к небесам. Но если истину отделять от жизни и держать ее во внешнем дворе, то даже ярко горящий огонь Божьей благости не согреет сердце. Некоторые люди приберегают религию Иисуса только для определенных дней или определенных событий, тогда как в других случаях ею пренебрегают. Принципы истины должны действовать не только несколько часов во время субботнего дня или выражаться в нескольких благотворительных делах, но они должны овладеть сердцем, очистить и осветить характер. Если человек иной раз может чувствовать себя в полной безопасности без этого особого света и силы с небес, тогда ему грозит опасность расстаться с истиной Божьей. Библия, Божье чистое и святое Слово, должна быть его советником и путеводителем, управляющей силой его жизни. Она преподает нам свои уроки, если мы принимаем их близко к сердцу. Свидетельство для Церкви, том 5, страница 547. Раздел 4. Не стоит останавливаться. Вопрос А. Опишите Божий план для Его народа и то, как равнодушные люди, сосредоточенные на этом мире, реагируют на этот план и на тех, кто старается жить по нему. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. К Титу 2.11-14 И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его. Второзаконие 26.18 Большая часть тех, кто некогда радовался и восклицал от счастья, предвкушая скорое пришествие Господа, ныне стоит на том же основании, что и традиционные церкви и мир, которые еще совсем недавно смеялись над этими людьми за их веру в пришествие Иисуса и распространяли о них всякие небылицы, возбуждая против них предрассудки и сводя на нет их духовное влияние. В наше время, если кто-либо всем сердцем стремится к Богу живому, алчит и жаждет праведности, и Бог дает ему прочувствовать свою силу, насыщает его томящуюся душу и изливает в его сердце свою любовь, и если этот человек начинает прославлять Бога и восхвалять Его, то люди, только на словах верующие в скорое пришествие Господа, чаще всего считают такого человека введенным в заблуждение и обвиняют его в том, что он отдался во власть гипноза или какого-то нечистого духа. Многие из этих так называемых христиан одеваются, разговаривают и ведут себя так же, как люди мира сего, и единственное, что их отличает, это вероисповедание. Хотя они говорят, что ждут Христа, все их разговоры не о небесном, а о земном, какими должно быть в святой жизни и благочестии людям, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист. Однако совершенно очевидно, что многие люди, называющие себя адвентистами, больше думают о том, как украсить свои дела и хорошо выглядеть в глазах мира, чем о том, чтобы научиться из Слова Божьего угождать Богу. Ранние произведения, страница 108. Вопрос Б. С другой стороны, на чем мы должны сосредоточиться? Когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе Коринфянам 4.18. Перестань постоянно роптать на свою несчастную жизнь, и пусть бременем твоей души будет, как обрести жизнь лучшую, чем это, и иметь право на обители, приготовленные для тех, кто останется праведным и верным до конца. Если ты ошибешься здесь, то потеряешь все, и если ты потратишь время своей жизни на собирание земных сокровищ, а небесные потеряешь, ты обнаружишь, что совершил ужасную ошибку. Ты не сможешь обладать двумя мирами. Свидетельство для церкви, том 1, страница 706. Раздел 5. Взирая ввысь. Вопрос А. Какое предостережение дано нам, чтобы мы не доверялись слепо человеческой слабости руководителей и других близких нам людей, которые могут ошибаться? А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притесните ли народа моего, дети и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Исайи 3.11-12. Так говорит Господь, за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господен, и постановлений его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. Амоса 2.4. Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего, Израиль. Амоса 4.12. Есть люди, которые окружают себя тесным кольцом неверия, полагая, однако, что они служат Богу. Кривые пути им кажутся прямыми, они живут в постоянном нарушении истины Божьей. В своей жизни они руководствуются порочными принципами, и куда бы они ни пошли, везде сеют семена зла. Вместо того, чтобы ввести других ко Христу, своим возвышенным положением они побуждают их к сомнению и недоверию. Свидетельство для проповедников страница 281. Берегитесь тех, которые другим проповедуют слово жизни, но сами не дорожат духом смирения и самоотречения, который прививает это слово. На таких людей нельзя положиться в критическое время. Они точно так же не обращают внимания на голос Божий, как в свое время это делал Саул, и подобно ему многие готовы оправдать свое поведение. Когда Господь обличил его через своего пророка, Саул, как ни в чем не бывало, заявил, что послушен глазу Божьему. Однако блеяние овец и мычание волов свидетельствовало о его непослушании. Точно так же многие сегодня заявляют о своей преданности Богу, но концерты и другие увеселения, в которых они участвуют, их дружба с людьми мира сего, их самопрославление и страстное стремление к популярности свидетельствует, что они не повинуются его глазу. Притеснители народа моего, дети и женщины господствуют над ним. Вот эталон, поставленный перед нами Евангелием. Последовательный христианин это не только новое, но и благородное творение во Христе Иисусе. Он никогда не гаснущий свет, указывающий другим путь к небу и Богу. Получающий жизнь от Христа не будет иметь никакого влечения к легкомысленным, не приносящим подлинного удовлетворения радостям этого мира. Святительство для Церкви том 5 страница 88 Вопросы для повторения Вопрос первый Объясните библейскую истину о том, что принято называть адским огнем. Вопрос второй Какое чудо совершает Бог среди этого неугасимого пламени? Вопрос третий Как я могу углубить свой христианский опыт и почему это необходимо? Вопрос четвертый Объясните чем опасно полагаться на плоть в вопросе спасения? Вопрос пятый Какие шаги мне лично следует предпринять, чтобы больше сосредоточиться на вечности? христианский 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 Продолжение следует...